Воронежская парашютистка решила поддержать нашу сборную по футболу необычным способом. В небе на высоте 4000 метров она изобразила талисман чемпионата Волка Забиваку. Об этом и других новостях из жизни соседних регионов в нашей постоянной рубрике. В Рязань прибыл первый в России эко-катамаран. Судно работает исключительно на солнечных батареях и электродвигателях всего за час. Оно получает количество энергии, сравнимое с использованием 10 литров горючего топлива. Ее обеспечивают 57 квадратных метров солнечных панелей. Маршрут путешествия 5000 километров от Балтийского моря до Каспия. Такой долгий переход возможен благодаря тому, что судно не нуждается в заправке и при этом совершенно не загрязняет окружающую среду. В состав экспедиции вошли российские школьники и студенты, которые во время плавания изучают экологическую обстановку на реках и морях. Уникальный прыжок совершила известная воронежская парашютистка Галина Клиняева. Чтобы поддержать российскую футбольную сборную, она изобразила в небе талисман чемпионата Волка Забиваку. Наряд спортсменки включал сувенирную шапку, футболку с символикой мундиаля и футбольный мяч. Его к левой ноге парашютистки прикрепили нитками и шнурами. Хотя прыжок проходил с высоты более 4000 метров, образ удалось сохранить до самого приземления. Тульский музей гармонии деда Филимона значительно расширил свою экспозицию. А два новых экспоната будут настоящими жемчужинами коллекции. Это старинный дореволюционный баян, изготовленный в Санкт-Петербурге, и германский аккордеон 30-х годов прошлого века. Оба инструмента сейчас не звучат, им предстоит реставрация. Молчаливых экспонатов в музее нет. Не случайно рассказывают о коллекции, здесь всегда двое – экскурсовод и музыкант. В музее не только сохраняют уникальные инструменты, но и восстанавливают их звучание. За полгода работы здесь уже собрали и восстановили более 100 баянов, гармоний и аккордеонов. Санкт-Петербург